Я еще свободна. Ты, ты, курс мой парень. Аймой вообще любит меня. Вы упростили измену. Ты расстанешь? Спалилась в Татьяне. Хейтеры так и напишут. Вот, что советуют. Вот я тебе нравлюсь или нет? Все такие шиперы. Да! Вообще, ну такие вопросы вообще нельзя. Они перетекают, мне кажется, уже в любовь. Всем привет! Мы, девчонки, в гостях Лариши, поэтому можете чувствовать себя как дома. Сегодня у нас прекрасная, очень ванильная, добрая атмосфера, чтобы снять какое-то видео, где мы отвечаем на ваши вопросы. Ну ладно. И берем такой вкусненький, тепленький, горячий чай. Да, такой он горячий. Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы на тему отношения. Вообще, честно, я первый раз с подписчиками настолько близка, в плане того, что я вас вообще в свою жизнь как-то внедряю. Да, на самом деле. Так что мы немножечко волнуемся. Вообще, тема отношений очень сейчас популярна в интернете, поэтому сегодня мы решили... Актуальная тема. Да, да, да. Поговорим на эти темы и надеемся, что вам понравится. Поехали. Я сделала пост буквально за 2 часа до съемок этого видео, где я попросила вас задавать вопросы. Мы первый раз слышим вопрос, и нам это будет очень сложно. Девочки, как вы думаете, вообще во сколько лет можно начинать отношения? Нет, на самом деле, это такой сложный вопрос, и каждый на него может ответить по-разному, то есть, не знаю, кто-то сейчас начинает встречаться в 10 лет. Ну, как ты думаешь? Да, кому кровально? Ну, в 10 я считаю, что нет. Я думаю, что, ну, не знаю, ну, лет 14-15. Да, мне тоже так кажется, что лет 14-15 обычно все сейчас подростки начинают встречаться. Отношения это клево, это просто опыт, по крайней мере, в нашем возрасте сейчас. И, ну, на что-то серьезное, долговечное рассчитывать сейчас точно, ну, типа... Ну, естественно, нет, да. Ну, так, ну, мои родители, например, познакомились, когда моей маме было 11 или 12 лет, а папе было, сколько, 15-16 лет. Вот, и они как бы с того момента, типа, начали общаться, и вот до сих пор... Ну, класс. Поэтому я в эту историю верю, это очень круто. Сейчас, если вы хотите, нельзя себя ограничивать в чем-то, типа, нет, я не буду сейчас делать, потому что, если вы хотите, если вы нашли такого же человека, почему нельзя? Такого же, как и ты. Ну, да. Ну, у вас был такой опыт? 10 лет нет, а ты? А мы дома не ходили. Мы стояли у шоколадного фонтана и разговорились. Да, разговорились. И пошло-поехало. И пошло-поехало. Если ты... Если ты... Ну, если тебе нравится человек, то ты, в принципе, можешь встречаться... Нет, если ты хочешь встречаться, если у тебя есть прям тяга к мальчику, к девочке в 10 лет, то, конечно, типа, ну, зачем тебя останавливать. Ну, а так, в принципе... Есть воспитание у детей некоторых, которые... Ну, родители им говорят, что, типа, нет, нельзя встречаться, типа, запрещают. Я и реально знаю многих таких людей. И это очень странно, потому что нельзя ограничивать себя в любви к людям. Мечтаешь записать свой авторский трек и снять клип на него? Я знаю, как ты можешь воплотить свою мечту в жизнь. Ведь у меня получилось, значит, может получиться и у тебя. Совсем недавно наши хорошие друзья Kids Like Cinema Production выпустили очень необычный и очень интересный курс для онлайн-обучения будущих артистов. Онлайн-игра. Если ты живешь далеко от Москвы или хочешь сэкономить время и деньги, но при этом обучаться актерскому мастерству у очень хороших педагогов, онлайн-игра как раз для тебя. Смотри и слушай уроки курса, выполняй домашние задания и получай высокие оценки от наставников. А один раз в три месяца среди участников, набравших максимальное количество баллов, продюсеры проекта выберут троих победителей, которые приедут в Москву и запишут авторскую песню и клип. Скачивай игру онлайн и становись настоящим артистом. Возможно ли дружба между парнем и девушкой? Такая дружба, которая будет всю жизнь и никогда не перерастет влюбленность. Это сложный вопрос. Я считаю, что нет. Спросили бы меня год назад, я, наверное, бы сказала, что конечно, типа да. А сейчас я уже начинаю задумываться и понимаю, что, наверное, больше нет. Нет. Вот сейчас у тебя все такие шиперы. Да! Кстати, точно! Господи! Мне кажется, дружба между парнем и девушкой начинается только после каких-то, все-таки, типа, ну, каких-то чувств. Ну, да. Значит, что-то было. Это, мне кажется, первое время возможно. Ну, так, уйдем. Это Соп, ну, давай, Сопа, давай, Сопа. Да-да, что? Первое время, мне кажется, дружба между парнем и девушкой возможна, но потом, все-таки, это как-то более перетекает, мне кажется, уже в любовь. Привязанность. Да-да-да. Либо парнем начинает нравиться девушка, либо девушке парнем. А однозначно ответить нельзя вообще на такие вопросы вообще нельзя, однозначно ответы дать. Вот сейчас сидит девочка и такая думает, вот я нравлюсь тому мальчику, с которым мы дружим там уже пять лет или нет? Да, пусть у него спросит. Ну, да, кстати. Реально, разговаривать это очень важно. Мне кажется, что гадать и как-то там, ну, размышлять о том, типа, вот, есть ли у него чувство ко мне или нет. Ну, блин, надо спросить. Ну, вот вы когда-нибудь спрашивали у мальчика? Вот я тебе нравлюсь или нет? По-моему, да, я спрашивала. Я не спрашивала. Я сразу знала. Сопа все знает. Такая опытная отношение такая. Я все знала. Сразу вижу этого человека. Нет, ему я не нравлюсь. А ему я вообще любит меня. Ну, кстати, это очень заметно, но об этом поговорим мы попозже, типа. Как вы относитесь к отношениям на расстоянии? Это нереально. По крайней мере, в нашем возрасте сейчас, если да, я понимаю, если, типа, люди, ну, нашли друг друга в одном городе, но при этом они живут в разных городах, когда они уже совершеннолетние, у них есть возможность самим передвигаться и не зависеть от родителей, то, окей, типа, возможно, это, типа, реально. Ну, точно не сейчас. Не одни просто переписки не заменят живое общение. У меня вот сейчас подружка, она переехала вчера в другой город вообще за 100 километров, и у нее парень был в нашем городе. И она вот уехала, я не знаю, как они сейчас будут общаться, хотя она уверена, что, как бы, все будет хорошо. Да. Нет, конечно, кстати, хотелось бы верить, конечно. Нет, хотелось бы верить, но все будет блоге. Да, это согласен. Так же и с друзьями, кстати. С друзьями сложно общаться. Ну хватит, у меня подружка уехала. Все, не плачь, не плачь, все будет хорошо. Она будет приезжать. Сто километров это вообще недалеко. Это нереально. Хотелось бы верить, да. Конечно, все будет хорошо, ребят. Все будет хорошо. Все будет блоге. Как забыть бывшего? У вас есть какая-то формула? Лекарство от старой любви, только новая любовь. То есть, мне кажется, возможно забыть бывшего, если ты как бы, ну не то, что не найдешь, не полюбишь какого-то другого человека. В своей жизни не найдешь. Пока вы не встретите нового человека, старого вы, возможно, и не забудете. Да. Кстати, и может быть вообще такое, что когда вы встретите нового человека, старый тоже как бы будет всплывать в памяти. Ну а если сейчас вы переживаете сложный какой-то там разрыв, сложное расставание, то мне кажется, просто стоит отвлечь себя максимально, загрузить там учебой, допустим, или там какими-то другими делами. Если нет, вот можете типа найти нового, там, нового парня сразу. А я с тобой проеду, будешь ли парня? Ну ладно, все, давай, ты, ты, курс мой парня, до того забыла. Потом, знаешь, хейтеры так напишут, вот, что советуют. Новые знакомства, при том, что я думаю, что у вас есть друзья, которые помогут забыть этого человека. Типа, мне тоже общение с друзьями помогает, например. Ну, это понятно, друзья, они всегда спалились в патье. Да. Алло? Терса, спальню? Терса, не надо бы парить. Просто, про что? Стоит давать второй шанс своей половинке, если он или она в чем-то провинился, провинилась. Ну это смотря, в чем провинилась. Ну да. Измену. Я думаю, вы упростили измену. Мне кажется, я бы нет, потому что, да, на одни те же грабли не наступают, ну, как бы, я считаю, что не нужно этого делать, потому что, если человек поступил так однажды, тогда он может и второй раз так поступить. Поэтому, вот, измены, наверное, нет. Мне кажется, если человек кого-то любит, то он не будет ему изменять. Ну, как бы, уважайте себя и уважайте свои чувства, а если человек так поступает, он сам себя не уважает. МС Миша Фан. Тоже ты не читаешь? Миша, интересно. Интересный вопрос. Миша Смирнов. Ну, это не он, спрашивает. Как забыть человека, которого любишь четыре года, а он тебя нет? Я же вопрос, да. Четыре года человека любить, прикинь, как его забыть? Ну, похоже, вопрос был, то есть нужно просто либо... Отвлечься. Отвлечься, да, найти новую любовь как-то. И постараться не думать об этом максимально, потому что иначе это будет очень сложно. При том, если ты знаешь, что, типа, у вас нет шансов, это очень сложно, если у тебя совсем нет, если у тебя есть время думать об этом, тогда, понятно, сложно не думать. Опять же, займите себя чем-то, чтобы забыть человека. Да. Это очень сложный процесс, и просто желаю удачи, реально. Начните заниматься спортом, найдите себе какой-то хобби. Да. Может, у вас есть еще шанс? Попытайтесь понравиться как-то ему. Ну да. Ты скажи, я еще свободна. Если ты творческий человек по натуре, то можно эту безответную любовь направить в стихи, например. Мне, когда грустно, я пишу стихи. Да? Да, это очень помогает, кстати. И я думала, я все время думала, что, типа, ну, у меня не получится, я не умею искать рифмы. Потом просто я начала, и мне полилось прямо какая-то эта буря, которая сидела у меня внутри. Поэтому, если есть какие-то внутренние переживания, некому их рассказать, начните писать. Верите ли вы в любовь с первого взгляда? Алиша? Послушаем тебя. Я все время... Ну, а ответ на этот вопрос вы увидите на Сашином канале. Продолжение смотрите у нее, ссылочка в описании. Там тоже очень много интересных вопросов. Да, и там очень клевое видео. Там такая же, если вообще... В общем, переходите срочно, обязательно. Ну, а вы подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, что вас еще волнует. Возможно, вы снимем вторую часть, если вы, например, поставите сюда 20 тысяч лайков. Да. Всем пока! Мы вас любим! Хочется, нам памяти много, да? Сначала на твой каран. Да. Слушай, ты такая красивая вся. Слушай, была сам такая... Вы красивая всегда. Я специально красивую сегодня сделала, чтобы на фоне вас нормально было. Ну, конечно, да. Правда. Так, накрывайтесь. Все. Прекрасно. Поехали. Все.